Здравствуйте, это новости на канале СКАП. С вами Юлия Клеонова и вот о чем расскажем в этом выпуске. Пришлось пойти на такую вынужденную меру. Проезд в самарском городском общественном транспорте подорожает до 23 рублей. У кого будет возможность ездить дешевле? Есть от 70 и более процентов вклад в это загрязнение вносит автомобильный транспорт. Как спасти экологию, если машина у каждого третьего? Проблемой думали самарские общественники. На тротуаре нужно ездить спокойно, не куда-то там торопясь. Права и обязанности велосипедиста. Как не стать помехой водителям и пешеходам? С 1 июня в Самаре изменится стоимость проезда. В городских автобусах, трамваях, троллейбусах и метро подорожает до 23 рублей за наличный расчет. Самара не первый город, где произошли такие изменения. Меры вынуждены и в основном связаны с экономической ситуацией. У кого будет возможность ездить дешевле? В нашем репортаже. В последний раз цены на проезд в общественном транспорте Самары менялись два года назад, в июле 2013-го. На сегодняшний день себестоимость поездки выше цены билета, которую платит пассажир. Перевозчики провели анализ и за последние полгода значительно возросли затраты у них, особенно по такой статье расходов, как запчасти, в том числе импортного производства. Нужно пояснить, что у нас даже, например, в отечественном подвижном составе используются иностранные компоненты. Поэтому вот общее изменение экономической ситуации страны, оно свою роль здесь сыграло. Мы, конечно, понимаем, что эта новость, она вряд ли вызовет положительную реакцию, но просим отнестись с пониманием. В последнее время транспортные предприятия инвестировали серьезные средства в обновление подвижного состава. На ряде городских маршрутов удалось полностью заменить транспорт. Только в этом году на линии вышли 82 новых автобуса на газомоторном топливе, закуплено 19 новых троллейбусов. Обновление парка будет продолжено. Корректировка стоимости проезда на общественном транспорте очень нужна. Незначительное ее увеличение позволит нам и дальше работать, совершенствоваться и сделать перевозку наших горожан более удобными, более комфортными. Тарифы на проезд изменились уже в ряде российских городов. В Самаре, учитывая социальную значимость вопроса, тарифы постарались резко не повышать. Пассажиры, использующие наличный расчет, платили 20 рублей, а будут покупать билет за 23 рубля. Школьникам и студентам билет обходился в 10 рублей. С 1 июня всего на 1,5 рубля дороже – 11,50. Возможность ездить дешевле сохранится у тех, кто отдает предпочтение транспортным картам. По ним стоимость проезда составит 21 рубль. Единая безлимитная транспортная карта увеличится в стоимости на 8% с 1200 до 1300 рублей. Стоимость безлимитного проездного для студентов возрастет до 550 рублей, для школьников – до 450. В связи с высокой температурой воздуха и повышенным классом пожарной опасности с 14 мая до 24 августа в Самаре устанавливается особый противопожарный режим. В этот период будет ограничен въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, разведение огня на участках, расположенных в границах города. Также запрещается применение пиротехнических средств, за исключением 12 июня, когда в Самаре будет праздноваться День России. По уровню выбросов в атмосферу Самар занимает в рейтинге Росстата 17 место из 100. Самый большой урон экологии на оси от автомобиля, а в областной столице машина есть приблизительно у каждого третьего. В городе насчитывается 400 тысяч единиц автотранспорта, а в соседнем Тольятти – 260. Цифры озвучены на заседании круглого стола. Организовали его общественная палата области и губернская дума, чтобы обсудить, как улучшить экологическую обстановку. Сошлись на том, что в Самаре нужно строить монорельсовую дорогу от железнодорожного вокзала до крутых ключей, периодически проверять качество топлива на заправках и перевести общественный транспорт и коммунальную технику на газ. Замена снизит вредные выбросы в разы. На определенных точках, а в Самаре их много таких точек, посты наблюдения фиксируют высокие, превышающие в 2-3 раза предельно допустимые концентрации загрязнения по таким показателям, как формальдокид, бензопирен, углеводородный. Коммунальная медлительность. Жители пятиэтажки по улице Старозагора, 146, до сих пор ждут, когда ответственные службы вывезут мусор, собранный людьми во время субботника. Но пока коммунальщики собираются с мыслями, между домом и детским садом постепенно разрастается несанкционированная свалка. Лея Гурф подробнее. Улица Старозагора, 146. Жители рассказывают, пакеты с мусором между домом и детским садом лежат еще с субботника 2014-го. В этом году люди снова привели свой двор в порядок, пакетов с мусором добавилось, а история повторилась. Вывезти его до сих пор никто не смог. Впрочем, возмущает жителей не только нерасторопность коммунальных служб. Люди ходят, считают, что так и положено, что это мусорная площадка, выбрасывают сюда свой мусор. Несмотря на то, что здесь живут люди, здесь находится садик, то, что будут скоро появиться мыши, крысы, запах летом, это никого не волнует. В избежание всех этих неприятностей жители обратились сразу в несколько инстанций. Однако просьбы о наведении порядка успехом пока не увенчались. Я обращалась с этим безобразием в Дом управления, мне сказали, что это не их земля, что садик должен убирать. Позвонила в администрацию, мне вначале сказали, пусть убирает ЖЭО. Потом я перезвонила еще раз, мне сказали, вы на очередь поставлены, уберем. У нас всего одна машина ездит. Это где сказали, что уберем? В администрации. Когда это было? Это было два дня назад. Конечно, хотелось бы, чтобы такого безобразия больше не было. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Ну а теперь время нашей традиционной рубрики «Ваши деньги». В студии мой коллега Александр Семенов. Ему слово. Знаешь, Юля, для россияне перестали экономить на идее. Вот так вот. Непростая экономическая ситуация практически не сказалась на статье бюджета расходов на продукты. Такие данные предоставил Левада-центр. При этом на питание у значительной части опрошенных уходит больше половины бюджета. В исследовании приняли участие более полутора тысяч россиян из 46 регионов страны. Люди предпочитают экономить совершенно на других вещах. Наши соотечественники стали меньше ходить в рестораны и кафе, предпочитая отмечать праздники в домашних условиях. Так экономичнее. Кроме того, россияне стали меньше тратить денег на алкоголь, а некоторые и вовсе отказываются от вредных привычек. Бросают курить. Интересный факт. Большинство россиян считают, что пик кризиса преодолен. Мы поинтересовались мнением самарцев. Да, наверное, либо вот мы сейчас на нем находимся. А дальше что будет по прогнозам с ценой, как думаете? Не умрем. Точно не умрем. Да все будет хорошо. Цены, может быть, будут чуть-чуть расти. Не думаю, что уже такими темпами. Но уж точно не упадут. Справились раньше, справимся сейчас. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы всего такого не повторялось. Я думаю, что почти. А что дальше будет с ценами, как считаете? Дальше, что будет. Все будет хорошо. Я так думаю. Ну, вы знаете, я думаю, наверное, маловероятно. Скорее всего, будет и дальше что-то. Ну, вопрос, конечно, сложный на самом деле. А цены меняются, как вы считаете? В общем, я думаю, да. По таким тенденциям, в принципе, есть какое-то снижение. Но не исключено, что будет ухудшение ситуации. Большинство россиян стали реже менять свое постоянное место работы. Это данные опроса в ЦИОМ. В нем приняло участие 1600 человек из 130 населенных пунктов России. На сегодняшний день подавляющее число соотечественников предпочитает стабильную работу. Как и раньше, основным приоритетом выбора работы является размер заработной платы. Россияне отмечают, что в последние годы ежемесячный доход неуклонно рос. Затишье произошло только недавно в связи с санкциями. Стоит отметить, что самыми оседлыми работниками являются труженики предпенсионного возраста и люди с высшим образованием. А теперь расскажу о ценах на прилавках города. На этой неделе подешевел виноград в среднем минус 5 рублей за килограмм. В первую очередь это связано с акциями в крупных сетевых супермаркетах. Кроме того, есть существенные изменения и на ценниках на овощи. Картофель минус рубль, морковь минус 70 копеек, капуста минус 50 копеек за килограмм. А вот свинина по итогам недели несколько подорожала на 2 рубля за 1 килограмм. Остальные продукты питания остались на прежнем уровне. И на этом у меня все, Юлия. Берегите ваши деньги. Спасибо. Постараемся смотреться далее в нашей программе. В чем мы хотим сказать себе, что мы добиваемся своей цели. Торжество спортивного духа. Корма ГТО сдают воспитанники Самарского спортивного лицея. Продолжаем выпуск. Команда «Навигатор-63» добралась до Республики Беларусь. После прохождения пограничного контроля, который затянулся на 3 часа, команда выдвинулась в сторону города Логойск. Там ветераны спецназовцев встретили представителей Беларуси и самарской делегации во главе с Александром Фетисовым. Команда «Навигатор-63» прошла первые сотни километров по территории Республики Беларусь. Точнее, позади остались 150 километров. И сегодня за полночь, на часах на самом деле уже глубокая ночь, по сути уже пятница, команда «Навигатор» добралась до окрестностей города Логойск. Здесь планируется разбить лагерь и заночевать с тем, чтобы с утра отправиться на важные мероприятия. Команда «Навигатора», выполнив задачу, вышла на указанный рубеж. И сегодня мы находимся на героической белорусской земле. Встретимся с нашими друзьями по этому проекту. Это группа «АвтоВАЗа» и команда Александра Павлова. Клуб «Они сажались за Родину». Мы с ними объединяемся и завтра у нас, я думаю, что будет день посвящен патриотической работе. Мы посетим мемориальные комплексы, отдадим дань памяти погибшим нашим воинам. Будем встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны, которые ныне здравствующие, слава богу, живущие в Белоруссии. Вручим, конечно, поздравительный адрес, который передали ветераны города Самары. Финальной точкой маршрута сегодня должен стать Минск. В принципе, к моменту выхода программы СТВ в эфир, вполне вероятно, команда «Навигатор-63» уже находится в Минске. В скором времени к марш-броску присоединятся и ребята из Самары. Школьники, победившие в областных соревнованиях по военно-спортивной игре «Зарница», отправились в Белоруссию. Эта поездка в город-герой стала для них специальным призом. Проводила детей наш съемочный групп. Экскурсионная программа для ребят началась с железнодорожного вокзала. Они посетили музей, где представлена история строительства Куйбышевской магистрали, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Но главные уроки истории ребятам еще предстоит услышать. Они посетят Брестскую крепость, которая стала одним из первых препятствий для немецких войск. Небольшая горстка людей, небольшая горстка патриотов смогла сдержать на два месяца эту колоссальную армаду. То есть и люди отдавали свои жизни. И они там были не одни, их там поддерживали их семьи. Вот, да, к сожалению, все это сегодня история. Но пока мы помним, пока мы помним, мы, наверное, должны знать, что следующей войны не будет. В Бресте ребята встретятся с участниками марш-броска «Знамя Победы», который стартовал из Самары и идет по маршруту линии обороны Белоруссии. 17 мая состоится торжественное мероприятие, в Бресте к которому и присоединятся самарские школьники. Мы долго очень ждали эту поездку, мы ожидаем много новых эмоций. Мы очень рады, что победили в Зорнице. Мы считаем, что мы этого заслуживаем. По словам организаторов, ребята вернутся в Самару через неделю. И впечатления о поездке останутся на всю жизнь. Екатерина Клампоевская, Владимир Терентьев, СТВ. Международный день семьи отмечают 15 мая. Эта дата появилась в календаре в 1993 году, когда Организация Объединенных Наций выразила тревогу, что во всем мире, как и в нашей стране, выросло число разводов, бездетных пар, людей, кто до 30 лет ни разу не вступил в брак. Но есть и те, кто, несмотря на трудности, создает крепкие ячейки общества и рожает детей. Многодетные семьи собрались в этот день в Самарской филармонии, где их поздравил глава региона Николай Меркушкин. Он отметил, что в прошлом году в нашей губернии родилось более 40 тысяч детей, что соответствует уровню 90-х годов прошлого века. Это неплохо, но для того, чтобы в Самарской области был постоянный прирост населения, необходимо, чтобы ежегодно рождалось на 4-5 тысяч ребятишек больше. В промышленном районе Самары произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Пострадал юноша 2000 года рождения. С началом летнего сезона число участников дорожного движения на двухколесных транспортных средствах будет только расти. Чтобы снизить риск происшествий, сотрудники ГИБДД и общественники проводят акцию «Внимание, велосипедист!». На площади имени Мочилова уже с утра непривычно много велосипедистов и детей в жилетах юных инспекторов дороги. Цель акции – снизить травматизм и повысить безопасность на проезжей части. Сотрудники ГИБДД обращают внимание родителей. Купили ребенку велосипед? Объясните правила дорожного движения. Родители должны пояснить, что дети от 7 до 14 лет имеют право передвигаться на велосипедах по тротуарам, по пешеходным и велопешеходным дорожкам. Дети старше 14 лет имеют право передвигаться по правому краю проезжей части. Есть простые правила, которые юные инспекторы дороги разъясняют прохожим, взрослым и детям. Раздают специальные памятки. Если, допустим, ехать по дороге, то он должен ехать с краю, чтобы его не задели. На тротуаре нужно ездить спокойно, не куда-то там торопясь. Если ты переходишь дорогу, то нужно с велосипеда встать и его везти с собой. Есть наиболее типичные нарушения, которые допускают и водители автомобилей, и владельцы двухколесных машин. При повороте забыть включить поворотник, убедиться в безопасности манер, то есть посмотреть по зеркалам. Со стороны велосипедистов это в большинстве случаев либо пересечения проезжей части по пешеходному переходу, соответственно, они обязаны спешиваться, либо еще грешат некоторые в темное время суток ездить без фонарей. Сейчас уже тепло, и на дорогах число велосипедистов увеличится в несколько раз, но темнеет еще рано. Поэтому сотрудники ГИБДД раздавали светоотражающие браслеты и ленты для наклейки на одежду и велосипеды, чтобы водители в ночное время хорошо видели других участников движения. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ. Аббревиатура прежняя, девиз новый, «Горжусь тобой, Отечество». Первая официальная сдача норм ГТО стартовала в семи муниципальных образованиях региона. Площадкой в Самаре стал спортивный лицей. Около 200 воспитанников пятых и седьмых классов заручились медицинским допуском, согласием родителей и желанием протестировать себя. Фестиваль посвящен 70-летию Великой Победы, а воля к победам спортивным Дина Сметанова. Арина Колесникова – фехтовальщица. Каждое попадание в десятку – ее первая личная победа в стрельбе. Сначала мы хотим доказать себе, что мы добиваемся своей цели. И доказать людям, что мы не просто так пришли учиться, заниматься спортом. В спортивном лице и у каждого такой закон. В будущем лицеисты видят себя профессиональными спортсменами и участниками Олимпиад. А перво-наперво свои возможности испытывают в стрельбе, упражнениях на пресс и наклонах. Впереди еще плавание, прыжки с места, подтягивания, отжимания, метание снаряда, а также бег на 60 метров, полтора и два километра. Фестиваль продлится до 25 мая. Главное, что взрослые никого не заставляют. Нормы ГТО лицеисты сдают по собственному желанию. Чтобы сильнее быть, лучше проверить на золото и серебро. У меня интересно очень. Большинство родителей вспомнили свою молодость и с большим интересом отнеслись к идее участия детей в этом фестивале из Дачи Нормы ГТО. Тот ребенок, который покажет самые наилучшие результаты, эти дети будут представлены в конце июня на областном фестивале. И следующий этап – это Всероссийский фестиваль, который будет проходить в августе в Белгороде. Поощрение утверждено и на уровне лицея. Сейчас идет промежуточная аттестация, и участникам фестиваля засчитывается экзамен по физкультуре. Среди учебных заведений Самары спортивный лицей стал первопроходцем в сдаче Нормы ГТО. Дина Сметан, Валик Паулов, СТВ. О наиболее значимых спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Крылья Советов по-прежнему стараются вернуться в элиту отечественного футбола, российскую премьер-лигу, и, надо сказать, шансов. У самарцев становится все больше. Сейчас команда занимает вторую строчку в турнирной таблице. При этом у Крыльев Советов равное количество очков с лидером – Махачкалинский Манджи. Очередной соперник – Волжан Володивостокский. Луч Энергия. Встреча пройдет в гостях в эту субботу. А вот Красные Крылья сейчас находятся в отпуске. Игроки не проводят тренировок, ведь следующий баскетбольный год стартует только осенью. Отмечу, что в межсезонье команда должна укрепиться новыми минами, ведь выявился явно недостаток – короткая скамейка запасных. Во многом из-за этого минувший сезон оказался провальным для Волжан. Напомню, Красные Крылья по итогам регулярного чемпионата заняли последнюю, 16-ю строчку. Анастасия Павлюченкова и Алла Кудрявцева стали четвертьфиналистками турнира в Риме. В матче второго круга турнира россиянки играли с итальянкой Франческой Скиавоне и румынкой Симонной Халеб. Павлюченкова и Кудрявцева добились победы со счетом 6-4-6-4. Поединок продолжался 1 час 11 минут. В четвертьфинале соревнований Анастасия и Алла будут играть с посеянными под вторым номером СУВСЕ из Тайваня и итальянкой Флавия Пинетта.